слава христу мне уже не один раз тут заходят в интернет на наши ресурсы и тут чат такой называют слота не люблю это занятия идут чтобы я осветил вопрос то что делается сейчас на украине вот там константинополь москва не поминать теперь патриарха решение московского патриархата а почему вы молчите на эту тему я не молчу я сказал сколько несколько слов но теперь придется отдельно сказать и так что там делается ну ездил порошенко разговаривал с патриархом греческим все эти дела теперь открыты и известны и отзывы я считаю про это ну пакости пишут такие там про московскую патриархию но не соответствует действительности совершенно и вот когда они взяли власть первого патриарха поставили поминают все а зачем вам было держать то не давали греки это очень властолюбивая нация очень и нет такой нации пораженной так они рабы всегда были турок россия это видела даники как никон говорил разделите по одной бисеринке то достанется вам с моей шапки табак сюда завезли и прочее в греции вера там вся такая не сегодня все курят там священники до епископа наши там люди люби люби да еще особенно в этом нету сидят на скамейках и вот тут они теперь оторвать надо чтобы мы на украине русские храмы все это как передать туда и как вы на это смотрите мой ответ 1 ничего в этом не вижу но кто-то так говорит как вы говорит говорит я могу даже показать вот тут паса андрей кураев у меня трудновато считать я возьму лупу так я за автокефалию каждого человека это всегда говорил во всех своих трудах дальше а всякие претензии защита каноническую власть на чужой совестью и молитвой полагая пережитком столь же смешным пока он остается в голове претендента сколь и опасным если претендент или свои фантомы услужливо предлагает для оправдания полицейских акций или вооруженных авантюр кстати поэтому я и не за константинополь и не за рим и не за филарета игры в отцов в кавычках матерей и великих господинов до отвращения лицемерной и раньше бывало князь церкви в усмерть ссорились между собой но только сейчас в эпоху интернета и хоть и изрядно уже в россии умоленный то есть республики отпали но все же свободы совести им приходится драться на глазах людей офигевающих пребывающих в глубоком изумлении а их попыток направить свой волшебный жезл в сторону противника и произнести некое чудное заклинание превращающая кровь христову в его чаше в какую-то пропанную бодягу овсц официально заявил что покаяние и молитва есть грех если они содеяны на афоне кураев тут много что написано с каждым словом согласен я именно так всегда и объяснял каждый человек автокефален вот понятно почему так утверждаете да потому что мы единственные в россии сегодня которые все это испытали на себе когда был принят акт о каноническом общении мы за пожалуйста мы всегда признавали благодать с московского патриархата но они на этом я говорю не остановится она будет втягивать и разрушать так и получилось ну так понятно было все пять лет переходной период чего назначают а мы как молились так и молимся и ты это на украинке в храмах то вчера пришли помолились ничего не знает что они там делают народ то не знает стал утром опять же молиться поминает патриарха мы говорят все все что московская патриархия теперь вне закона какого закона какого где он закона то то отлучи отлучили от любви божией для чего люди ходят молятся поминают того там поминает освещение люди стоят еще не знают ну давай варфоломея но не прислали там своих надзирателей экзархами назвали их ночью из этого то люди то ничего не знают вот так было с нами два прихода единственное два прихода которые остались какие были около 13 сегодня говорят юрисдикции появилась от русско-зарубежной церкви там осколки ну там свои избирает агафангел этот пашковский тихон пасечник это законные все они епископат сохранились и мы могли бы любой просто быть расположены и приняли бы нас радостью но мы не проходим первый пункт признать безблагодатность московской патриархии мы никогда на это не пойдем и мы так и молимся и вот наконец все ни одного прихода нету то есть они выщеркнули а мы как были на вы как хотите такого в истории мировой не было выщеркнули и все мы как поминали лариона капрала так и поминаем приезжать на митрополит местные алтайские серьги иванников то и сам произносит или диакон владимир там черных или чернов вот первым делом святейшего патриарха кирилла затем митрополита илариона там западно американско там перечисляет там севера не знаю чего а потом местного митрополита и на территории где теперь поделили на епархии там севал от понич епископа его поминают вот все это произносит самый пископ а где-нибудь этот митрополит серьги а где-нибудь среди сотни храмов которые в алтай или есть такое что поминали одновременно того нет слава иисусу христу ты не могла волю позвонить то еще она болеет что-то узнать может посетить ее надо вчера на мне звонила она даже не может прийти что-то сильно там кардиограмму берет было бы неплохо посетить то ее она и у меня помидоры сначала взять и отнести она бы рада была заезжай ко мне я тебе все нагружу и ты пойдешь да и ты сделай так раз она не идет скажу оля тогда я за ко мне зайдешь картошки то и дали мы теперь помидоров дать бы ну все отошел татьяна старшая сестра мы остались и поминаем по-прежнему так патриарха мы не поминаем не поминающие на когда служат у нас священники с патриархи они поминают и мы не против дома я каждый день молюсь до патриарха вот это единственное правильное верное никуда не двигаться но они там еще делают решает на бумажке сидят то которые там разные ануфрии то а это при чем здесь мы поминали поминаем а кому вы относитесь да вам как угодно отец таким вот сейчас поехал в эту в отпуск пошел сразу обратился к местному метрополиту сейчас я покажу где-то и вот он ему дадал справку я на у нас здесь это еще то я не вижу что-то тут не видно нигде справка то и документы сейчас минуточку это не а не ожидал я что придется мне сюда заходить документы справка но не нашел не нашел здесь выдает письмо что не состоит отец аким и дали справку отсюда может быть здесь есть потерпевшим но понятно а то главного редактора отвечает оба отпуска полить серьги вот это вот закройте а а там есть где-то внизу на столе у вас да сейчас я закрою а где она тут вот здесь вот а вот она где московский патриархат алтайская метрополия православная церковь региозная организация русско-православной церкви удостоверение настоящее дано протеерею акимула тихону еще лапкину настоятелю креста воздвиженской общины города барнаула в том что ему благословляется отпуск с правом выезда за пределы епархии с 27 сентября по 26 октября 2020 года протеерея аким лапкин состоит молитвенно каноническом общении с русско-православной церкви то есть он не находится в ней он состоит в общении священнослужение не запрещен под церковным судом и следствием не состоит заведующий канцелярии барнаульской епархии и рей валентин михайлов все это единственное правильное решение мы никуда не сдвинулись никому не изменяли как молились так и молимся и очень отношения были совсем никудышным при прежнем епископе но и тот под конец приехал максим дмитриев он где-то там там ельце туда его отправили за ним столько было здесь и и там тоже у него не не все ладно там драка какая-то а прислали вот и ванникова епископ был минуя архиепископа его сразу метрополиты поставили где-то сейчас он то ли улетел в минск или и такие прекрасные отношения он как отец родой для нас и всегда на день деревне приезжает служит это все в интернете выставлено мы ничего не делали мы с места не сдвигались кто-то куда-то перешел кто-то московскую патриархию мы никуда повторяю так и здесь а что делать которые храмы принадлежавшие московской патриархии на укрой ничего не делать молитесь и все пусть они играют как андрей кураев говорит да благословит его господь ничего не надо делать надо молиться молиться искренно с верою а эти греки властолюбивые допускание там тешатся этим 1200 лет горит тешились не натешатся никак как булат а куджава дай им господи на власть со сласть и про меня не забудь вот это песнопение такое есть и так и сейчас повторяю это я выеденного яйца не стоит что-то не там делают это не то что политика ничего нету сатана по-другому никак а патриарха поминать надо я каждый день папу римском поминаю и венедикта и франциска ежедневно мы его поминаем на молитвах он нуждается в помощи я ежедневно молюсь за порошенко петра за путина за медведева за дональда за рамзана кадырова за белорусского лидера александра лукашенко их имена мы произносим на молитве дома в домашнем ну что запретите теперь как устарабляться ты летишь за это это повеление дано молиться за царей начальствующих я к таковым могу отнести тех кого сейчас перечислял у них тоже трудности молимся чтобы сохранил господь от покушения а здесь хорошие отношения были молились и все это утихнет все время не может быть одно и то же вот на меня напали они там что-то ну день два три ну дальше одно и то же люди уже смотреть не могут новое надо нового ничего нету греки они везде рыщут вот а старостильные тут на русской территории здесь образует там пять человек собирается старостильные ближнюю причину найти какой-то кажется только старостильных 6 там есть вот отвечать нечего у меня племянники в новосибирске учились ну и там задали задание там написать про ленина про ленина я написал до конец этой которую работу сделали то но он сказал говорит а те дядя мне написал так они там других местах в рано везде читали там есть что сказать кто он такой был как пришел кто его власть ставили как пломбированный вагон пришел и до сегодня даже среди мертвых большего преступника нету его даже земля не принимает а потом попросили написать про николая второго я отказался говорят там писать нечего царишка был совершенно никудышный да на его месте петр первый допустил бы такую беду или иван грозный то да он разобрался как надо но среди царей как по духовному вот так более-менее это лучшего никого не было зря никого не казнил и и прочее вот мой ответ другой я не могу просто дать это там ничего нету там нечего обсуждать вот даже спрашивают а вот такой вы считаете как это подстроено по договору с путиным что лодку курс потопили американцы а эти уступают в этом в этом не знаю ответ не знаю но вполне может быть как его в америке эти небоскребы торгового центра свалили сами же они это сегодня уже доказано чтобы вторгнуться в афганистан грязное дело кровавое дело бога не знают вот весь ответ это тоже они играют этим но теперь ну хорошо будут поминать там патриарха варфоломея русские там не будут они поминать потому что уже решение вынесено решение митрополита ларион алфеев об этом сказал будут также поминать патриарха но будут ну в документах не будет больше мп стоять через этого изменится то ну понимаешь я вот как сказать нечего совершенно нет ничего там ни одного слова из евангелия ни о библии не христе речи нету это совершенно пустая вшивая возня так скажу прости господи прости меня господи и а мой ответ всегда был будет такой вот как андрей кураев говорит почему об этом я говорил многократно в книгах везде богу слава за все прости меня господи вот так